Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушку. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. С вами Аля. С вами процесс деколлекторизации нашей прекрасной страны. Вежливо, галантно, порой жестячком. Кстати, кому не хватает жестяка? Я часто об этом говорю, но здесь в самом начале вам скажу. Мы даже для этого вынесли из общей волшебной кнопки эту ссылку. Ссылку на наш телеграм-канал Аля. Прямо вот отдельным видом в отдельную строчку. Там более, друзья, более 400 видео. Очень много жестяка. Очень много. Подчеркну, это очень важно. Там очень много того, чего вы не увидите ни на ютюбе, ни в тиктоке у нас, ни в контакте. Кстати говоря, на этих ресурсах мы тоже есть. Не в инстаграме. Это эксклюзивный ресурс, где выкладывается некая выборка из подборки нашей личной коллекции. Да, дергаем из архивов, но только лишь то, что нравится нам, что мы для себя бы отметили. Итак, ссылка на телеграм-канал, вот, а сразу в описании ее прям одну видно. Подпишитесь на телегу и не пожалеете. Это не просто ресурс, где можно посмотреть. Здесь сталкиваются интересы единомышленников и, наоборот, противоречивые какие-то комментарии вы сможете там прочитать. Здесь баталии целые формируются. Ну, так или иначе, ветка комментариев для этого и создана. А уж в телеграм-канале компании Алиам. Ну, что ж, сам Дуров велел. Подписывайтесь. Здравствуйте. А, да, да, здрасте, здрасте. Микрокредитная компания АДеньги. Меня зовут Живоглядова Вероника Олеговна. Разговор записывается. Могу я Ольгу Николаевну услышать? Сейчас, сейчас передам трубочку. Она немножечко занята. Полминутки вашего времени драгоценного. Вероника Олеговна, слышите? Я слышу. Вероника Олеговна, да, трубочку передаю. Алло. Здравствуйте. Да, здрасте. Серьезно, кто это? Микрокредитная компания АДеньги. Меня зовут Живоглядова Вероника Олеговна. Разговор записывается. Представьте, пожалуйста, полностью. Не поняла сейчас. Простите. А вы кому звоните? Меня слышите? Я вас слышу. А вы кому звоните? Вам там? Ольга Николаевна. А вы кто? А вы кто? А кто вам нужен? Ольга меня зовут. А что такое? Хорошо, я вас поняла. Звонок будет повторный вам поступит. А зачем? Давайте сейчас слышать. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Меня слышите? Да, да, да. Меня зовут Елена Анатольевна Молчанова. Серьезно, Вадим Олегович. Слышите меня, Вадим Олегович? Да, слышу. Елена Анатольевна? Да, Вадим Олегович, мы сейчас звоним по вашему звонок в СССР. Из-за стабильного отдела. Звоним по вашему. Не волнуйтесь. Ага. Я же не кусаюсь. Вы чего? У вас долг 7800 рублей по одному кредиту. Ага. И по кредитам договору Банка Восточного 23 дня на просрочке долг 9100 рублей. Вам банк выставляет требование, вам платеж нужно внести до 23-го числа, до четверга. А какой банк, я не пойму. Банк Восточный тоже все реорганизовали. Довкомбанк. Вы меня слушаете? Вы, если бы вы не перебивали, вы мне бы услышали. Я не перебиваю. Когда вы паузу взяли, я стал говорить, а вы чего так нервничаете? А я не нервничаю. Почему-то нервничаете. А почему-то мне не нервничаете. Зачем нервничать, если можно не нервничать. Вот, это понятно. Да. По карте Халвата Совкомбанка долг и по кредитам договора Банка Восточного. До четверга вам нужно внести платеж. Когда собирать... Нет, по Совкомбанку. Вы же Совкомбанк, а я не пойму, почему про Банк Восточный вы убежали. Не перебивайте я. Кстати говоря, где я ее перебивал? Алло. Алло. Евгений, добрый день. Добрый, добрый. Кто это? Вас беспокоит Колосов Алексей Валерьевич, дознаватель. ЗВД по Северо-Восточному административному округу. Мы с вами связываемся. Какие люди в Голливуде? Сегодня поступили дело в том, что материал это 327 статья УК. Это поддел изготовления или оборот поддельных документов. Собственно, Евгений, у меня материалы фигурируют доверенность от вашего имени. Я почему с вами не связываюсь? Я не верю, что это от вашего имени. Доверенность материальная оформлена на гражданину... А что вы по телефону интересуетесь? Давайте по весточке приду, поговорим. Куда? В Москву вас вызывать? А зачем в Москву? У нас правонарушение зафиксировано на территории города Москва. Правонарушение зарегистрировано где? В происшествии. В Москве, да. В Москве, да? Это у нас предварительное расследование, а также возбуждение уголовного дела. Будет производиться также по месту происшествия. Пападос! Ага, то есть вы показания будете по телефону снимать, да? По телефону снимать будете показания, да? Не показания. А что вы? Зачем звоните мне? Для чего? Я с вами связался проинформировать вас. А что акцент украинский слышен? Слышен, слышен. Поработайте над акцентом. А вы что не знаете, что я по происхождению русский? Да. А что, разве не заметно? Очень заметно. У вас прекрасный украинский акцент. Никола. Слышен украинский акцент. Убежал. Друзья, запомните вы уже раз и навсегда. Да, у меня трибуна. У меня огромное количество подписчиков. Я с этой трибуны заявляю. Никакая полиция, никакой следственный комитет, никакой, я не знаю, там сотрудник прокуратуры, не будет вам звонить, за исключением, может быть, участкового, не будет вам звонить и вот такие вещи говорить. Можете смело посылать нахер. И даже если по какой-то причине это будет сотрудник, все равно вам ничего не грозит. Нет никакой подобной нормы в нашем законодательстве, которая вас бы, скажем так, обязывала поддерживать некую субординацию. Это все вот эти вот наши братья меньшие оттуда. Вы знаете откуда пытаются вот таким вот образом обобрать вас на деньги. Ну, тех, кто не понимает, как себя вести в подобных ситуациях. Про участкового. Участковый может иной раз позвонить, но здесь вы поймете. Ну, во-первых, участкового все должны знать в лицо. Во всяком случае, ничего. То есть, позвонил даже участковый. Вот, ведите себя так, как я. Хорошо, я приду к вам в кабинет. Как только вы услышали, где-то там он в Москве, в прокуратуре, там под крылом у Путина, в самом Кремле сидит. Все, до свидания. А можете прям не до свидания. А можете прям так, как интереснее вам. Потому что пошлюте вы нахер мошенника. Здравствуйте. Алло, алло, здрасте. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Я представлюсь, микрофеанс, компания «Таймер», сделал взыскание. Конюша Александр Александрович, разговор записывается. Имеется просроченная задолженность, у вас 14 дней, сумка возврата 21 714 рублей 94 копейки. Как намерен решать вопрос с просроченной задолженностью? Я услышал только, вот, Александр Александрович, кто вы, откуда, я не смог разобрать. У вас, между слов, не было ни одной паузы. Вы все каким-то набором букв преподнесли. Будьте добры, все снова. Да без проблем, Александр Дмитриевич. Я представлюсь, микрофеанс, компания «Таймер», отдел взыскания, конюша Александра Александровича. Александр Александрович, это я услышал, да. Да, имеется просроченная задолженность у вас 14 дней, сумма возврата 21 714 рублей 94 копейки. Так. Как видите выходы в сложившейся ситуации? А у кого ситуация какая-то сложилась? Неприятности у кого-то, да? У вас, Александр Дмитриевич? Ого! Что случилось? С чем оплата в компанию не производится? С чем связаны, как вы думаете, с чем связаны мои, вами придуманные неприятности? Я не думаю, я у вас, я у вас уточняю информацию. Вы 14 дней оплата в компании не производите. Вы в утвердительной форме заявили, что я с какой-то ситуацией, по вашему мнению, должен как-то справляться. А я ситуации не разглядел. Александр Дмитриевич, я конструктив вашего диалога услышал на данный момент. 14 дней вы уклоняетесь от оплаты. Внимательно сейчас слушайте меня, не перебивайте. Внимательно сейчас слушайте. Словосочетание мне непонятно. Устанавливать свои сроки оплаты и менять условия договора займа недопустимо. Да подождите, подождите. Да не надо с меня перебивать. Это как минимум не культурно. Внимательно сейчас слушайте. Нет, я вас не перебиваю. Я с вами с тобой разговариваю. У меня такой голос. Не влечите вы сейчас, Александр Дмитриевич. Не нужно меня поправлять. Поправлять будете родственников, близких сейчас. Хорошо? А вы на виск сейчас сорвались. Слышали, да? Хорошо. Хорошо, все, хорошо. А Александр Дмитриевич, будете родственников, близких поправлять. Меня не нужно. Давайте, беритесь за дело уже, наконец. Взыскивайте. 14 дней уклоняетесь от оплаты, соответственно, если оплата сегодня от вас не приступает, мы документы подготавливаем, не перебивайте меня, ждите законных негативных последствий, я не буду с вами разговаривать в голову, до свидания. Не нервничайте, не нервничайте. Вот это я люблю больше всего, тут даже не надо комментировать, но я прокомментирую, все мы с вами слышали, как он на собственной жиже потек и поплыл. Дыхание участилось, пульс соответственно, ну, может быть, какие-то потоки энергии негативной, все такое, но это наша цель, вашему вниманию, друзья, процесс деколлекторизации. Умеете, могете просто. Я напомню, кто забыл, я, с вашего позволения, на правах лидера мнений ввел еще одну аббревиатуру. ПКМ-аббревиатуру вы помните, мы ее давно ввели, вместе с вами поддержали все представители Коломасы. Теперь противовес в этой прекрасной аббревиатуре, этому филологическому изобретению, я презентую вам новое. П.Ч.З. Представитель человека здравомыслящего. Ну, наверное, лишнее будет объяснять, к кому относятся. Да, вот, здравствуйте. Алло, да. Да, здравствуйте, вы Александр Дмитриевич? Слушаю вас, вы кто? Давайте, пока я да, представлюсь, это компания ВММК Академическая, меня зовут Потапинга Павел Васильевич. Разговор с вами записывается. А вы Александр Дмитриевич? Да, 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 я же сказал, слушаю вас, Павел Владимирович. Звоним мы вам по поводу задолженности, у вас 20 дней просрочки, сумма на сегодняшний день 16 780 рублей. Кредитор требует оплаты, до завтра включительно. Вы намерены оплатить, либо продлить займ в установленные сроки? О, а то все. А что значит продлить, а то все время заставляли платить, а то продлить это как? Давайте я продлеваю лучше. Не заставляли, а предлагали вам так же. А продлить это что? Ну, продлить хорошо, запишите, я продляю. Это вы заходите в личный кабинет, там есть 14, 21, 30 дней период продления. То есть вы оплачиваете сумму, например, на 14 дней 1400 плюс комиссия, на 21 день 200 плюс комиссия и на 30 дней 3000 рублей плюс комиссия. А что такое плюс комиссия? Ваши процентов уже начисленных вам, то есть тем самым продлевается договор займа на данный период времени. Вас убирает с обзвона, звонки вам не поступают в рамках ФЗ-230. Штрафы 20% годовых на сумму основного долга приостанавливаются на период продления. Все хорошо, кроме вот одного, Павел Владимирович. А можно оставить звонки, прозвоны? Очень уж потешно с вами общаться. Ну, я понимаю, конечно. Говорит, что вам безразлично, да, и оскорблять сотрудников, я думаю, вам это весело, да? Ну, так-то, если быть честным... Ну, предыдущее общение же у вас такое сложилось с сотрудниками. Да-да-да, так я, нет, не скрываю, конечно, так весело. Особенно, знаете, когда хуесосишь, гандал, в США он сидит... А как деньги нужны, то будете опять же к нам обращаться? Вы же рано или поздно в любом случае вернете эти деньги, как и ранее возвращали. Не к вам, так к другим все равно даете. А вам самим-то никак не стремно. Так все равно же вернете со всеми процентами штрафа. Вот вам понравилось взять 10 тысяч рублей, а вернуть 26, нет? Когда возвращали в том году. А, мне не понравилось, поэтому вот... Да вы что, не вернули? Нет. Да вы что, не вернули? А дата погашения займа 19-11-2022-го? Нет, не вернули. А я же вас опять взять. Или вы думаете, когда кредитор передает информацию данному долгу, да, дальше? То есть вы думаете, он не в курсе будет дальше решения вопроса? Подождите, вернул, не вернул, я же опять взял. И получается, что... Да, взяли опять. Только вы же вернули, и потом же взяли, правильно? Ну, потом взял опять, забрал свое опять. Да, сейчас опять у вас сумма растет, идет начнение штрафа 20% годовых на сумму основного долга и 1% денег. С каждым днем сумма все больше и больше, да? А я потом не собираюсь. Опять же, приводит к переплатам. И какой смысл тогда... Тогда какой смысл вам брать чужие деньги в одном размере, а возвращать их потом в другом размере? Ну, приусловно, если бы я возвращал. А так смысл-то простой, слушать вас, смотри, и просто... Возвращаете, так вы же их возвращаете. В компании взяли уже четвертый займ и все... Вы четвертый раз в компании взяли без займ. И до этого все время вы возвращали. А я думал, я это у вас только брал. Пусть не сразу. А я делал это не в этом. Я просто думал, что я не только у вас беру. Я, знаете, сколько вас таких у меня. И вот сейчас я как раз таки, может, не за счет вас, но за счет некоторых других... Неинтересно нам, понимаете? Нам интерес только исполнение данного договора займа. А мне неинтересно это. Я посчитал, я уже вернул все с... Что, понятно, дело, вам интересно попросить деньги, понимаете? А возвращать, вам неинтересно. Ну, кроме разговоров, как вы говорите, с сотрудниками. Ну, очень интересно тоже. А потом, когда опять денежка понадобится, вы что будете делать? Простите, правильно, в компании обращаться. Не-не-не-не-не-не-не. Для того, чтобы вам опять какая-нибудь компания микрофинансовая отдала деньги, потому что вы сами не стали их зарабатывать, да? И решили опять их попросить. Павел Владимирович, можно я откровенно скажу? Требования кредитора до завтра. Я понимаю, что вы не хотите это слышать. На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации не черным по белому прописано, что заемщик обязан возвратить деньги по... ...требованию кредитора. Требования вы на протяжении 20 дней почему-то игнорируете. Далейшая компания может рассмотреть такое уклонение от выполнения финансовых обязательств и заниматься дальнейшими законными мерами взыскания данных денежных средств. То есть передавать данный вопрос в отдел проблемной задолженности, где услуга продвения уже будет недоступна. И возможно... Это был процесс... Это был процесс взыскания, да? Это был процесс взыскания, да? Это был процесс взыскания, да? Вот это сейчас был процесс, который называется... Где вы так же эти деньги вернете, только вернете уже со всеми, там, судебными избежками, вот, по... ...процесса по взысканию, да? Какой-то не очень, да? Это специалист, и процесс не очень эффективный. Слышали, да, когда он начал просто таратурить, чтобы я не смог слово вставить. Ну, потому что, понятное дело, основная идея была занесена сразу и сходу, да? Что выигрыши. Ну, я, кстати говоря, то... Стоп, 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 стоп. Я знаю, что сейчас те, кто с мороза залетели, так, пум, увидели, все, можно так делать, а потом, ау, ай, ой, ты что нам наобещал? Ничего, во-первых, не обещал. Во-вторых, вот эти вот все разговоры, которые вы сейчас слышите, это все контент. Просто ограничиться вот такими разговорами без определенного фундамента, без подготовки целого базиса нельзя. Так можно разговаривать, если вы понимаете вообще суть происходящего. Если вы, друзья, осознаете, что то, что сейчас происходит с вами, да, это часть того самого комплекса мероприятий, то есть вами занимаются юристы, ну, в данном конкретном случае юристы компании «Алям», и вы тут можете либо переадресацию включить, либо сами так с ними разговаривать. Но если вы вдруг, послушав Кузнецова, решили, что можно брать и не отдавать, то вы ошибаетесь. Кузнецов здесь не виноват. Я снимаю с себя ответственность за тех людей, кто вдруг так решил. То есть я против банков, я против микрофинансовых организаций вот в фрагменте как раз-таки вот такого процесса взыскания. Я и занимаюсь тем самым процессом деколлекторизации, но я не против банков, банковского бизнеса, даже не против кредитных вот этих всех историй, даже где-то, может быть, и микрофинансовой организации. Ну, совсем немножко, но нужны. Ну, бывает совсем туго. Но лучше, конечно, жить по средствам. Еще раз повторяю, такая манера общения с вот этими, с ПКМ, с представителями Каламаса, она ни к чему не приведет, если просто вот только надеяться на эти разговоры. Еще раз повторяю, они правильно пишут в комментариях, вы часто читаете, подадут в суд, как вы запоете. Над этим можно смеяться, над этим комментарием можно смеяться мне, можно смеяться любому клиенту компании Алиам или клиенту любой другой юридической организации, которая действительно зарекомендовала себя, так же, как Алиам зарекомендовал. Можно смеяться, в конце концов, тому человеку, кто сам решил разбираться в ситуации. Таких тоже достаточное количество, просто некоторым времени не хватает буквально сил, может быть, знаний, а может быть, банально человек ленится, не может найти в себе силы постичь вот такие вот вещи. Так или иначе, кстати говоря, все, что делают юристы компании Алиам, ну, за исключением может быть и подготовки к процедуре банкротства, а вот досудебная работа, это можно самому делать. Я даже в свое время мастер-классы когда-то вел, и меня часто просят возобновить, но я не буду, нет времени на это. Хотя мастер-классы очень серьезным спросом пользовались. Ну да ладно. Так вот, друзья, хотите, чтобы действительно в вашей жизни что-то изменилось? Конечно же, подписывайтесь на наш канал, конечно же, приобщайтесь, понимать начинайте, что это на самом деле не так страшно, как вам может показаться в самом начале, что это всего лишь психологическое давление на вас, попытка. Ну, в случае, если человек проснулся, это всего лишь попытка на него психологически надавить, неудачная попытка. Ну, а в результате, я думаю, если у вас есть все-таки какие-то нерешенные проблемы, вот эти кредиты, а я проще их назову задачи, так доверьте решение этих задач специалистам, специалистам, которые это воспринимают как рутину, как рабочие задачи, ежедневно выполняемые. Я сейчас говорю об юристах компании Алиан. Все, что вам нужно, это оставить заявку в описании этого и любого другого ролика, и ссылочка. Оттуда нажимаете, и попадаете на форму для оставления заявки на бесплатную консультацию. Вам перезванивает наш специалист, и вы обо всем поговорите. Кстати говоря, там есть на этой волшебной кнопке переходы на все ресурсы, в которых мы есть в ВКонтакте, в Телеграм-канале, в ТикТоке, Инстаграме. Мы везде есть. И, кстати говоря, в Телеграм-канале, как я уже в начале ролика говорил, дублируется, ой, простите, не дублируется, а выкладывается строго эксклюзивный материал, который либо вы уже забыли, либо вообще никогда и нигде не увидите, кроме как в Телеге. И там очень много жестичка. Где Кузнецов? Ну, это не Кузнецов. Кузнецов, на самом деле, вот больше сейчас настоящий. В жизни я никогда никому не хамлю, не ругаюсь. Я вообще не конфликтный человек, но до той поры, пока меня особым образом не заденут. Друзья, я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия всем вам и вашим близким. И мы завтра, как всегда, уже увидимся. Пока!